доброго времени суток друзья приветствую вас на канале нумизматика группа вк нумизматик сегодня у нас на мини обзорчики такие две интересные монетки это рубли екатерины 1 1725 года чекана обе монетки были очками на санкт-петербургском монетном дворе какую хотелось бы тему затронуть на примере этих двух монет тему такое как перечекан из талеров рублей то есть есть гипотеза что талеры перечеканивались рублей петра первого и в рубли екатерины первым какие мы наблюдаем сегодня на мини обзоре есть два лагеря кто утверждает что перечеканах не существовало есть те кто утверждает что перечекана существовали первая гипотеза тех кто утверждает что перечеканов не было они утверждают и говорят об этом что при чекании монет перед при перечекании монет отсутствуют следы исходной монеты то есть талера трак гипотеза у нас говорит о том что монеты на сам петербургском монете дворе обжимались вальцевались и на них чеканились рубли то есть существуют такие две гипотезы окунемся немного в экскурс истории следующие перечеканки серебра не сверишь политические мотивы свергнув с престола императора младенца и она и она антоновича царица елизавета петровна поначалу не чувствовала прочность власти одним из способов ее укрепления стало изъятие из оборота под угрозой наказание всех портретных монет ее предшественника а рубли и полтин отправились на перечеканку точно также поступила екатерина вторая с монетами на которых был портрет петра третьего однако в этом случае речь идет лишь о частичной их замене так как большинство портретных монет прежнего императора осталось в обороте перечеканка золотых монет осуществлялась лишь два раза при петре первом дукаты перечеканивали червонцы 50 рублев 10 рублевой петра третьего после перечекана получили портрет екатерины второй так что же хотелось сказать на примере этих двух монет давайте рассмотрим вариант того как монета выглядит без перечекана сталеров и как могла бы выглядеть монета если бы на ней был если бы она была с перечекана с перечекана то есть монет с монеты талер рассмотрим первую монетку данная монетку нас абсолютно у нормы в норме гурт у нее узор толщина в норме то есть вес монеты 28 44 диаметр монеты 41 миллиметр то есть что она говорит монета абсолютно в норме на данной монете в принципе не данная монета в принципе не могла быть перечеканена стайлера так как монеты все в норме монетка друзья что же нам говорит вторая монета вторая монета нам говорит о том что если бы перечеканки стайлеров рубли существовало то яркий пример тому вот именно эта монета а почему потому что вес монеты 29 грамм а диаметр монеты 46 миллиметров то что нам говорит намного норматив норматив этой монеты больше вот этой монеты также монета очень тонкая очень тонкая гурт у нее овальный то есть можем обратить внимание на шнур вот у нас шнур идет вправо сразу же он переходит влево то есть монету гуртили неоднократно пытались загрузить у них это плохо получалось почему плохо получалось потому что монета явно была вальцована был не присутствовал обжим монеты из-за этого гурчение не вышло также на канте отсутствует бортик монеты что мы видим на примере вот этой монеты вот такая у нас монета друзья здесь мог бы быть перечекан стайлеров но что нам говорит что этого не могло быть так как отсутствуют следы исходной монеты то есть стайлеров вот такие факты друзья на обзоре вот такие у нас две монетки очень красивые рубли екатерины первой каждый делает свои выводы я останусь при своем мнении надеюсь мини обзорчик вам понравился подписывайся на канал друзья всех рад буду видеть на канале и в группе в экономизматик до новых встреч друзья всем пока пока